Всем привет, с вами Нэй Тудорио! К этому видео я не особо готовилась, ну и не то, чтобы оно было спонтанным. Так уж вышло, что я за этот год немножечко начудила всякого. И разумеется, я не могу вам этого не показать. Тут будет много склеек, я буду очень много говорить, так что приготовьтесь, это того стоило. Для начала я расскажу трушную историю о том, как это всё начиналось. Наверное, ни для кого не секрет, что год назад мой благоверный уперся в армию, и разумеется, я, как самая честная девушка, ждала его просто до самого последнего. И я, к слову, дождалась, вы знаете. Так вот, как-то вышло, что у нас с Джеймсом сложилась такая традиция. Мы дарим друг другу подарки, которые мы делаем своими руками. Так уж получилось, что в прошлом году я подарила ему большого дракона, который сидел на плечах, и книгу, которую я написала сама. Там буквально одна глава про хранителя, про принцессу, про их знакомство, но это не войдёт в окончательный том куратора. И раз уж дракон получился таким уж охрененным, я думала, как бы мне это переплюнуть. Но вы все знаете, если я захочу, то сделаю. Но отделаться от желания, что я хочу подарить ему ещё одну книгу, я так и не смогла. Так что, разумеется, я замахнулась на нечто масштабное. Между прочим, делала я это почти год. Так что в перерывах между практикой в универе и Мандиалем я ломала себе бошку над тем, чтобы такого сделать. Была у меня такая идея совместить книгу со шкатулкой так, чтобы это как-то вплеталось в сказочный антураж. Это должно быть что-то волшебное, что-то сказочное, что-то красивое, что-то космическое и всё в одном. А потом, листая свою предложку на ютубе, я наткнулась на Маширишу. Ну как наткнулась, я знала о ней до этого. Но тут я решила для вдохновения пересмотреть её канал и наткнулась на видео про книгу теней. Та книжечка, которая, по сути, представляет из себя шкатулку со всякими зельями, книжками с заклинаниями. Я поняла, что я хочу сделать. Не то, чтобы это можно было считать плагиатом или копией, потому что, как минимум, я делала это по своей задумке. Но как источник вдохновения, это было просто идеальным вариантом. Тут то и дело будут мелькать фоточки с моего процесса. Как бы потому, что записывать всё на видео я бы просто не смогла. У меня планшет огромный, держать его постоянно над работой я физически не могу. На телефоне плохая камера, а камера снова дала ёбу. Плюс у меня не было штатива. Поэтому довольствуйтесь фоточками. Для начала я подумала, какие мне пригодятся для этого материалы и сколько, потому что формат я выбрала А4. Немаленький размерчик. Для того, чтобы сделать обложку, я брала переплётный картон, и остались у меня от него вот такие вот огрызочки. Я, наверное, покупала две пачки или три по десять штук. Дело в том, что они пошли не только на обложку, но и на внутреннее оформление. О чём дальше? Размышляя над материалом для обложки, я поняла, что никакого крафтового картона мне не хватит, чтобы всё это красиво обернуть. Поэтому я решилась на отчаянный шаг и купила искусственную кожу. Материал безумно отвратительный! Клеить его на картон, это просто настоящий ад, но каким-то образом я справилась с этой миссией. То есть в итоге у меня получилась вот такая фигня. Вот такого размера. Почти сразу, что было полнейшим сумасшествием, я решила замерить место для маленькой книжки, которая будет помещаться внутри основной. Хорошо, что с линейкой я дружу, и в дальнейшем проблем у меня не возникло. Её я делала по такому же принципу, но сразу же проклеила внутри декоративным картоном. Вот так это изначально выглядело, потому что картона в ширину и в длину мне попросту не хватило, и пришлось оставить серединку. Впрочем, в окончательной версии этого даже не видно, потому что почти все вот эти места перекрываются. Но тем не менее, это уже выглядело красиво. Всю эту красоту я клеила, наверное, несколько дней. Самым сложным для меня было подобрать клей, который бы приклеил кожу, но не приклеил всё остальное. К слову, вот этот вот клей из фикс прайса, говорю я о маленькой финтифлюшке, клеит почти всё. Он клеит хорошо, клеит быстро, но не дай бог вам запачкать в этом руки, я отгрызала клей с кожей. Ну, как со своей, так и вот с этой, потому что если пальцем, который замарался в этом клее, дотронуться до кожи, то кожа останется вот здесь. Это было большой проблемой, прям огромной. Ещё один клей, которым я пользовалась, это вот такой вот мастер-клей из фикс прайса, и тоже он хорошо клеил картон и всё остальное. Но без суперклея всё равно не обходилось. В целом, после того, как я сделала обложку, я примерно понимала, что там будет, и немного зарисовала себе это в какие-то записки, чтобы точно знать, что и где. В дальнейшем все эти схемы были сделаны на компьютере, и я уже там помечала, что я сделала, чего у меня нет, чего докупить и чего доклеить. Этот процесс меня безумно завораживал, потому что с самого начала я понимала, что эта работа не на неделю, не на месяц, потому что полтора месяца ко мне только из Китая ехали материалы. Концепция этой волшебной книжки была такова, что в ней должны были умещаться всякие маленькие прелести из книг, фильмов, аниме, игр, которые бы мы с Джеймсом знали. В частности, знал он. Но, разумеется, чтобы всё это поместить, мне нужно было сделать полочки и отсеки, куда бы всё это ставилось, а ещё найти то, что туда нужно будет складывать. И вот тут начинается та проблема, из-за которой эта работа растянулась у меня почти на год. Алиэкспресс, да. Дело в том, что я решила, что там будут не только зелье, но и всякие камушки, кристаллы, всякие тоже слепленные мной вещи, купленное что-то, но всё это нужно было заказать. И первым делом, поняв, что мой читай город не вывозит моих запросов, а там продавались только большие баночки, я поняла, что мне всё-таки придётся заказать партию этих маленьких баночек на Алиэкспрессе. У нас какое-то время продавались эти баночки, потому что у нас был ещё магазин Handmade, но вот как раз-таки, когда я начинала работать над книгой, он внезапно закрылся. У нас в целом закрылось всё. Закрылся Леонардо, закрылся Handmade, а читай город, простите, это не совсем магазин для творчества. С Алиэкспрессом всё проще, там есть то, что нужно, но оно и идёт полгода. Конкретно мой первый заказ с баночками шёл больше двух месяцев, и так как время доставки истекло, я попросила свои деньги назад. На эти возвращённые деньги я заказала в другом магазине, и они пришли достаточно быстро, но пока они шли, мне пришёл первый заказ. Раздолбанный в хлам. То есть маленькие, хрупкие баночки не были завёрнуты совершенно ни во что. Они были просто замотаны в полиэтилен и кинуты на произвол судьбы. Другое дело, что у меня теперь появился запасной материал, который мне мог пригодиться для будущих работ или для замены того, что у меня не получится. А у меня не получалось. А ещё, так как я понимала, что магазин творчества закрывается, закупилась я там, ну, по полной. Я даже не знаю, как подсчитать всю сумму, которую я потратила на эту книгу, потому что одному только клей я купила тысячи на полторы. Скажу так, я лоханулась. Потому что в первый раз я купила баночки по 10 рублей у нас в творческом магазине, и они оказались на порядок меньше тех, что пришли мне с Алиэкспресса. Поэтому полочку для них я приготовила гораздо меньше. Это выглядело вот так. Я сделала несколько полочек основные, которые мне пригодились бы для дальнейшей работы. И вот маленькая, как-то посерединке, она была предназначена именно для баночек. И я лоханулась именно с ней, потому что она оказалась на почти полсантиметра меньше, чем надо было. Даже с учетом того, что я пыталась подрезать потом пробковые затычки, они туда не влезали. И мне пришлось быстренько приспособить под эти баночки нижний пол. Замерять, вырезать, клеить все это не было таким уж удовольствием, потому что я резала себя, я резала руки, я резала стол, потому что в тот момент у меня еще не было этой спасительной зеленой подкладки для разрезки. И я просто ненавидела себя. Все эти бортики, стенки я также клеила на суперклей и плотно держала, чтобы они никуда не завалились и были ровно перпендикулярно друг другу. И здесь вы можете заметить также створки, это действительно дверцы, для них я покупала специально шарнирчики. И вот с ними тоже была полная... Будем приличнее. Проблема была в том, что к ним прилагались болтики, которые использовать я просто не хотела. Мне нужно было все это приклеить на клей-момент, а клей-момент не вывозил. Так что эти дверцы отламывались раз 20. Я уже не помню, сколько раз я соскребала с них клей и делала все заново. Но сейчас они держатся достаточно прилично. После того, как у нас закрылся хендмейд, я пошла в другой магазин, и там все-таки нашла какие-то детали, которые можно было бы прикрепить к этой книжке. Я говорю об вот этих деревянных узорчатых рамочках, которые просто идеально сюда вписались. Клеила их, разумеется, на тот же самый клей-момент. И вы можете видеть, что тут немножечко все вздулось по краям, потому что приклеить это идеально было просто невозможно. Но я старалась, я правда, я очень старалась. И просто так я решила это не оставлять, я решила добавить всяких стразиков, которых у меня было в избытке. А в щелки между этими узорами я заливала... Нет, не эпоксидку. У меня ее просто нет. Старые добрые лаки для ногтей. Впрочем-то, этих лаков у меня была целая коробка. Бери не хочу. Я ими особо не крашусь, и ногти-то практически не отращиваю. Это так у меня сейчас случайно получилось. Некоторые отдавала мне мама, когда мне было еще, наверное, лет 8. Что интересно, как я поняла, такие лаки можно использовать не только для подобного декорирования, но и для работы с глиной. Об этом я узнала еще, когда работала с драконами. Суть в том, что та глина, которую я использую, а использую я не полимерную глину, поскольку у нас сломалась духовка, и просто невозможно там регулировать ничего. А два варианта, как сделать что-то из полимерной глины, это варить большие кусочки или запекать маленькие в микроволновке, мне нужно было лепить на самом объекте, не запекая его. А такая глина трескалась. И помимо того, что я изначально добавляла в глину очень много клея ПВА, наверное, это я начала делать еще года 4 назад, или даже 5 лет назад, когда лепила Даффа. Нет, даже так скажу, это, наверное, было лет 6-7 назад, когда я его лепила, и лепила его при помощи обычной какой-то детской глины для лепки, и использовала клей ПВА, чтобы оно все не разваливалось. Так вот, все это по итогу я еще и покрывала слоем лаков, потому что они помогали мне в дальнейшем при покрытии другой краской, и они могли замазывать мелкие щели. Но это так, к слову. Параллельно с работой над самой книгой я приступила и к баночкам. Начинала я вот с таких вот, которые оставались у меня после лаков, я все это промывала ацетоном, и эти баночки подходили для того, чтобы их вместить в эту книгу. К примеру, это я назвала Зов моря. И так как эпоксидки у меня, как я говорю, нет, не было и вряд ли будет, заливала я туда оставшийся белый лак для ногтей. Но не тот лак, который сушится сам, а тот, который нужно потом и посушить в ультрафиолетовой лампе. Еще я нашла вот такую фотографию, где я делала первые баночки, одна из которых просто сломалась, и мне ее пришлось выбросить. А еще вы тут можете увидеть немножечко схему для этой книги, которую я рисовала перед тем, все это клеить. Проблема заключалась в чем? Я не знала, насколько эти баночки непрочные. А оказалось, они от падения могут просто растрескаться в дребезги. Но я не знаю, что случилось с этой, потому что я совершенно случайно поняла, что то, что я в нее залила, просто начинает оседать. Изначально это были что-то вроде витражей, такой клей с блестками, который продается почти в любом детском магазине, и я его залила туда. И разумеется, я все тщательно закупоривала, чтобы воздух просто не проникал туда. Но я не сразу поняла, что там просто был отколот край. Поэтому все осело, и мне пришлось ее выкинуть, потому что я не могла это никак исправить. А вот вторая, в которую я просто закинула мелкий бисер, прекрасно себя чувствовала. К слову, баночек из-под лака у меня было не так много, всего две или три, и я их использовала как смогла. Тут у меня золото драконов. Оно оставалось у меня еще от того большого дракона. Маленькими золотыми камушками, которые я тоже купила в фикс прайсе под Новый год, я декорировала его чешую, чтобы она была разнообразней. И сюда она подошла как-никак кстати. К слову, я после этого использовала ее еще в одной драконьей работе, но я покажу ее намного позже. Я не знаю, откуда у меня взялась такая интересная нитка, но осталось у меня ее совсем немного. Она хорошо подходила по стилю, по тематике, и я даже подпалила ее так для виду. А ткань я брала от своей старой рубашки, которую пустила на крылья драконом. Я сейчас, наверное, немного отойду от темы, потому что это хочется рассказать, потому что я всегда делаю все, что делаю, практически из говна и палок. Да, это, наверное, грубо будет сказано, но у меня нет совершенно никаких материалов профессиональных, тех, которыми пользуются люди, которые занимаются этим на постоянке. У меня просто много хлама. Дело в том, что еще с детства я собирала всякие бусинки из украшений. Если они выпадали из заколки, если они выпадали из каких-нибудь других вещей, я их подбирала и собирала у себя. Только сейчас, наверное, года 2-3 назад я решила купить себе в фикс-прайсе тот же самый органайзер, чтобы все это хранилось систематизировано. А раньше я брала просто коробку из-под обуви и закидывала туда бисер в баночках из... Ну, как баночки, это упаковочки из-под бахил, потому что врача я тоже посещала много, и было у меня этих баночек вот так вот. Ну, что скажу, ну, из говна и палок, зато с душой. Когда я закончила с одной частью, то есть с раздвижной, я приступила ко второй, где должна была помещаться маленькая книжка и еще несколько достаточно крупных вещей. Клеила все это по тому же принципу, делала бортики и внутри все обрамляла красивым красным картоном, который у меня остался сейчас, и я могу его использовать. Если вы посмотрите, то вот там уже лежит в маленьком узеньком отсеке волшебная палочка. Вот так она выглядела, когда я только начинала ее делать. На моменте подготовки и такой сборки я делала просто кучу фото, чтобы потом было что вспомнить, было что показать. Я наслаждалась этими моментами. Когда вот уже что-то есть, и ты понимаешь, что с этим можно работать в дальнейшем, это очень круто. Здесь уже можно заметить небольшие блестинки на бортиках, это опять же лак, потому что если я могу картонку с двух сторон обложить картоном другого цвета, красивым, то бортик, он оставался иногда не очень ровный, потому что где-то у меня рука могла на толстом картоне съехать, и оно было с небольшими такими зазубринками. Поэтому я решила все это заливать лаком для ногтей. Причем золотого лака было у меня достаточно много. Вот о чем я говорила, я заливала лак внутрь вот этих маленьких узорчиков, чтобы это как-то переливалось, там было красиво. И заливала я, наверное, дважды, чтобы это было все пообъемнее. Также мне очень не хотелось оставлять пустым вот эти вот развороты, когда ты открываешь эти створки. И я решила придумать вот такие открытки, которые будут по обеим сторонам, они с двух сторон разные. И вот у этой уже нет этой нитки, я ее убрала, потому что она только мешалась. Туда я планировала вставить всякие милые картиночки или написать красивые мотивационные фразы, которые я тоже очень любила писать и в том первом подарке. Эта работа должна быть такой, что на ней хотелось бы зависнуть. Это что-то, что можно было бы разглядывать часами, читать, узнавать какие-то, находить отсылки, а их там есть. Касательно середины, я тоже не планировала оставлять ее пустой. Туда я хотела вставить небольшую такую картоночку с каким-то заклинанием защитным. И я выбрала для этого китайский язык. Банально я написала там потом несколько китайских иероглифов, которые в той или иной степени означали бы слова, связанные с защитой, с здоровьем, благополучием и бессмертием. Я уже не знаю, что было самой сложной частью, клеить саму книгу или расписывать все, что внутри нее. Но это поистине волшебно. В том магазине, который у нас закрылся, я накупила просто кучу картонов для крафта, разной тематики, чтобы у меня было с чем работать, когда он закроется, и я точно не смогу ничего купить. Разумеется, я не обошла космическую тематику, и она там есть, там есть тематика моря, путешествий, времени. И все это я привязывала к каким-то фильмам, рассказам, книгам, сериалам и играм. Эта внутренняя книжечка состояла из 8 книжечек поменьше, и каждая из них соответствовала определенной тематике. Каждая из тем я подбирала какую-то особенную обложку, которая бы отражала все, что в ней находится. Ну и разумеется, после того, как я вырезала обложки, я вырезала еще и сами страницы, подогоняя, сколько их будет, где и как все будет расположено. Расположение этих маленьких книжечек в основной немного менялось, потому что я подгоняла и по тематике, и по размеру, и в итоге, только когда я начала все это сшивать, поняла, что я хочу их расположить по цвету ниток, прям как в радуге. И вот о чем я говорила, это еще один вкладыш со створок дверцы. Да, работала я тогда, просто подложив кучу ненужной бумаги, чтобы было не страшно что-то резать на столе, а стол у меня и так очень порезанный. Ну, как порезанный, на нем лежит стекло, но оно уже настолько изрезанное, что на него страшно смотреть. Изначально этих маленьких вкладышей я напихала столько, сколько смогла, и в итоге их получилось намного меньше, потому что у меня просто кончались идеи. Да и я понимала, что перегружать это все-таки не стоит. Идей для книги было очень много, и я даже не знала, за что первым взяться. Но и одно я знала точно, я хочу кристаллики. У меня было достаточно много бисера, бусины, красивых камушков, но чего-то мне не хватало. Я, наверное, обижала все магазины тканей в нашем городе и нашла то, что мне подходит. Я взяла под каждому цвету по разным видам. Меня почему-то интересовали именно капельки, я даже не знаю почему. И в итоге они пролежали у меня почти что до последнего, я не знала, куда конкретно их вставить. Но потом я занялась обложкой. Про обложку я скажу в конце, так что держите это где-нибудь в уме. Когда речь зашла о том, что же все-таки делать мне с внешней частью этих бортиков, которые должны представить из себя вот именно тот торец книги, где мы видим листы, я вспомнила опять же видео Мыши Риши, где она все это оборачивала ниткой. Но у меня не было такой нитки. Дело в том, что я ее и в магазинах не смогла найти. Поэтому добрый папа припер мне вот эту бандуру с дачи. Она весит, наверное, несколько килограммов и лет ей около 50. И вот как я с ней работала, это просто ужас. Одно дело обматывать одну книжечку формата А5, а у меня было А4. Я изначально начала обматывать все это одной ниткой. Я думала, что у меня получится, но я облажалась. Я поняла, что я просто не смогу это все приклеить вот так вот за один заход. И начала думать, как же мне поступить. Выход как-то пришел сам собой. Я просто отмерила одну длину и нарезала их столько, сколько было нужно. Потом я просто склеила их все вместе и уже вот эту вот огромную ленту из ниток я приклеивала. Поэтому они ровненько вот так вот соединяются друг с другом в определенном месте. Но тут я тоже опять же немного облажалась, потому что один из стыков получился на внешней стороне. Однако потом я решила все это исправить и сейчас его не видно. Вот так, к слову, я примеряла отсек для волшебной палочки. Смотрела, чтобы она была недостаточно широкая и недостаточно длинная, чтобы она туда входила ровно и не выпадывала. Когда я поняла, что створки держатся достаточно крепко, я решила их еще побольше задекорировать. А что для меня декорирование? Это наклеивание всего, что нашлось у меня под рукой. Еще к той первой книге, которую я дарила Джеймсу на Новый год, у меня остались вот такие вот деревянные шестеренки. А шестеренки это часы, это время. К слову, эти створки я делала не просто как для красоты, они имеют практическую функцию. Благодаря ним то, что внутри книжки не выпадет и не замарает ничего извне. А так как у меня там будет много баночек и много того, что нужно держать на полочке, эти створки были просто необходимы. Когда первые приготовления были готовы, я, разумеется, примерила по баночкам, насколько это все будет там держаться. И если большие баночки, их, оказывается, я вспомнила 4, они помещались на то место, куда должны были, а не были от лака, то маленькие я действительно планировала вот на эту маленькую полочку. Я лоханулась и мне пришлось все менять. Но меняла я не полки, а меняла просто расположение. Под эти банки я приспособила нижнюю, которая идеально для этого подходила как по размеру, так и по длине. А на этой средней полочке в итоге разместились другие маленькие вещи, которые для этого подходили. Так как я планировала туда поместить не только камушки и не только баночки, но и разные ключики, я занялась их поиском. Поиски были достаточно сложны, потому что изначально я думала приспособить под это дело какой-нибудь обычный ключик, который уже не используется в нашей семье и даже спрашивала друзей, нет ли у них ненужных ключей. Но их так и не нашлось. Однако на одной из ярмарок я увидела очень миленькие часы, которые походили на ключ. Вот так они выглядят, очень маленькие, очень миленькие часики. И я поняла, что мне просто некуда их класть, как и все остальные декоративные ключики, которые я купила в магазин для творчества. И я нашла выход из этой ситуации. Дело в том, что у меня было просто очень много ненужной мелочевки от каких-то других вещей, которые я не доделала, от прошлого творчества. Я нашла крючочки для плетения браслета. В какое-то время они были очень популярны, браслетики из резиночек. Я купила целый набор, но я вязала их на руках. И эти штучки были нужны только, чтобы закреплять. Поэтому я использовала их. Также у меня нашлись ненужные пуговицы. А еще на этой фотографии можно увидеть, как я разобралась со стыками. Я купила золотую нитку и проклеивала ее вот так по периметру, чтобы не было видно, где все это было склеено. А поверху я проклеила уже золотые стразики для телефона. И здесь вы можете заметить, тут не просто красный картон. Тут я его покрасила в золотой цвет, золотым акрилом. Это тоже я заклею, потому что я случайно тыкнула туда пальцем, и там было просто темное-темное пятно. И я не знала, что с ним делать, кроме как просто закрасить его и сделать золотые облака на красном фоне. Точно по такому же принципу я закрасила картон здесь, потому что что-то у меня случилось с дном, и я просто не могла это исправить. Однако, это даже красиво смотрится. Чем больше я работала, тем больше всяких крепежей появлялось в этой книжке. Все нужно было надежно закрепить, чтобы даже если эта книга стояла на полке, даже если бы ее переносили в руках, все содержимое бы никуда не делать. Вот там в уголке можно видеть подставочку, она под кристалли. Изначально это была подвеска с кристаллом, но сам кристалл я вытащила, подвеску перевернула, немного отщипнула и сделала такую красивую подставку. Образеленным образом кристалл входит туда и плотно сидит. Когда я проработала уже достаточно долго, это больше месяца, я поняла, что у меня все-таки есть проблемы. А проблемы в том, что мне нужно что-то сделать с обложкой, иначе она просто отвалится. Мало того, что клей ее портил, так и держалась она не очень плотно, и мне нужно было как-то это решать. Единственное решение это просто прошить ее, а это переплетный картон. Ух, сколько я пальцев себе попортила! Проблема была в том, что картон переплетный, он достаточно плотный, и обычной иголкой его просто так не пробьешь. Но есть у меня большие волки и есть молоточек. И отмеряя по линейке на картоне, я просто продалбливала эти маленькие дырочки, через которые потом пропускала плотную нитку. Кажется, я потратила на это несколько часов. Что еще интересно, просто так ничего и нигде не клеилось. Чтобы что-то очень плотно к чему-то пристало, мне иногда приходилось просто всем весом наваливаться и ждать, пока оно засохнет, наверное, минут 10. Я просто сижу, придавив папкой. Я почти все это заканчивала, когда поняла, что что-то не так. На самом деле, я уже не помню, в чем конкретно была проблема, но мне пришлось все это отдирать и переклеивать. Причем переклеивать на другую сторону. Если не ошибаюсь, то мне не понравилось дно, которое я собиралась делать, и мне нужно было его как-то заменить. Поэтому мне пришлось все это отодрать и приклеить заново. Таким образом, отсек с книжкой оказался справа, а створки оказались слева. По моей задумке, в книге могли находиться не только вещи из других миров, но и из наших, из Куратора. Поэтому я нашла на Алиэкспрессе очень красивую звездочку. После сюжета Куратора такие звездочки есть, и они называются Звезды Удинерана. Это достаточно опасный объект в мире Куратора, поэтому для него я после придумала небольшой отсек, который мне позже придется закрыть чем-нибудь прозрачным, будто бы стеклом. Если не ошибаюсь, это в принципе натуральный камень, потому что стоил он достаточно дорого. Кстати, вот она. Да, я умная, опасные артефакты руками трогаю. Когда на каком-то этапе я доделала волшебную палочку, то поняла, что я не могу обойтись без письма из Хогвартса. Такие письма интенсивно натуральному можно сделать самим на сайте и вписать свое имя. После этого я просто скачала это и распечатала на крафтовой бумаге, которая у меня тоже была в избытке. А печать я купила на Акина Юма, на Шемани в фестивале, где была ярмарка, и эти печати продавали люди, которые этим занимаются. На тот момент я, наверное, даже и не знала, что собираюсь сделать письмо, но я хотела эту печать и я не прогадала. И, наконец, про треклятые баночки. Точнее, о том, как я делала для них подставку. Начнем с того, что эти баночки купила я у нас в городе, и они были наполнены блестками. Каких трудов мне стоило все эти блестки переместить в другие баночки, которые мне были не нужны. Кот пошли и те самые упаковки из-под бахил. Они были достаточно большие, и я поняла, что в книгу они попросту не войдут. Поэтому нужно делать отдельный отсек и подставку для книги. Изначально я планировала сделать под каждую отсек, чтобы они были ровно, в пазах, но это было просто невозможно. Хотя я сделала это. Я сделала. Я сделала вот такую подставку, обернула ее той же кожей и планировала подклеить еще один отсек, но для баночек. И он был с одной стороны волнистый, с другой вот такой прямой, чтобы каждая баночка вставлялась в свой кружочек. И это получилось, это было очень сложно. Проблема была в том, что когда я собиралась ее приклеивать уже к основной, она не могла приклеиться. Потому что у нее попросту немного был неровный задник, и он никак не хотел сюда вставать. Поэтому ему пришлось переделать это полностью. Так что в конечном итоге подставки как под книжку, так и под банки были прямоугольными. К слову, в прямоугольной даже остается место для чего-то еще, пока не знаю, что я там сделаю. Когда дело дошло до маленькой книжки, сильно ломать мозг мне не пришлось. Еще до этого я решила поэкспериментировать и сделать подарок для подруги. Книгу ведьмы. Там я использовала те же материалы, ту же кожу и тот же картон. Но для того, чтобы нанести текст, я использовала экран с подсветкой. А здесь такой роскоши у меня не было. И дело было не в том, что мой планшет с подсветкой был сломан или что-то такое. Он просто бы не пробил этот картон. И тогда еще, работая над книгой ведьмы, я поняла, что мне неудобно. Неудобно, когда я обведу с одной стороны, а потом начинаю просвечивать с другой, и текст просто накладывается. И тогда я побежала за копировальной бумагой. Работала я с этим материалом впервые, как ни странно, потому что даже в школе я его, по-моему, ни разу у руки не брала. А здесь пришлось как-то приспособиться. И, к слову, это было очень удобно. На черновиках я распечатывала уже готовый текст и перевозила его на картон, после чего мне нужно было просто его обвести заново ручкой. Это было очень трудоемко, это было очень муторно, очень долго. Я все вымеряла по линейке, приклеивала монтажным скотчем, чтобы это никуда не скатилось. Оно должно быть ровно по центру, ровно там, ровно тут, и чтобы не перекособочно, хотя и такое тоже получалось. Где-то текста было мало, где-то текста было побольше. И больше было там, где я описывала то, что лежит в книжечке. То есть маленькая книжка представляла собой энциклопедию того, что лежит в большой книжке-сундуке. Чтобы прорисовать баночки, я рисовала отдельные шаблоны, обводила их, после чего раскрашивала карандашами, маркерами и добавляла даже иногда всякие блестки. К слову, здесь та самая баночка, которая разбилась, точнее то, что должно было быть в той баночке. Там должны быть глубины космоса, и мне ее пришлось заменить на большую. Но на этот раз я прям проклеила вот навсегда, на всю жизнь, и я надеюсь, что оно останется хотя бы на том уровне, на котором я заливала его изначально. Для содержимого этих баночек я использовала все. Это были блестки, это был бисер, бусины, это был лак разных видов, это были папины гели для душа, мой шампунь. Когда я делала маленькую книжку, мне нужно было сделать заголовок, переводилки тут бы не сработали, поэтому переводила я белой ручкой. Но проблема была в том, что акрил по коже пишет, ну не очень, и мне приходилось подолгу ждать, чтобы нанести второй, третий, четвертый слои, и рисовала я не кисточкой, а иголкой. И вот так вот оно получилось настолько аккуратно, насколько я в принципе могла это сделать, учитывая материал, учитывая насколько плохая была кожа. Да, я говорю, что она плохая, она очень красивая, но как материал для такой работы я больше не буду ее брать. Это очень сложно, это муторно, и это больше портит все наслаждение. Когда я уже почти доделала основную книгу, мне нужно было хоть как-то сделать оглавление и на ней. Но я решила ничего не писать, а просто как-то красиво оформить эту обложку. И тут мне пришло в голову опять зайти в фикс прайс. На мое счастье, там продавались вот такие очень красивые зажимы для штор, которые я с радостью прикупила, потому что я понимала, что оно мне нужно. И я думала, что просто так я там это не оставлю. И вот тут мне пригодились те самые капельки. Было у меня их достаточно много, и я долго думала, как именно их расположить. Изначально я думала, что их будет больше, но потом я решила сильно не перегружать и сделать вот такую вот композицию. Хотя в итоге я поменяла голубые и розовые местами. Вот так примерно это все выглядело, когда было готово примерно на 70-80%. В большом отсеке сейчас есть еще небольшой ящичек под мандрагору. На развороте я уже давно разместила перу Феникса, который я кое-как смогла хоть немного покрасить в рыжий. Также там есть крючок под мяч Рагорна и под звезду Зинерана. А внизу я проклеила полосочку бархатного картона, чтобы это было немного похоже на траву. Также в нижнем отсеке вы можете заметить такую фиолетовую полосочку с крючками. Именно туда и будут крепиться баночки для большей надежности. Скажу сразу, не все страницы в книге были прописаны, потому что это было бы просто невозможно. У меня нет места для всего и у меня просто не хватало фантазии. Поэтому на некоторых страницах располагались либо задания для хранителя, либо они оставались пустыми, либо это были мотивационные фразы. Есть те вещи, которые я хотела туда положить, но так и не смогла найти или как-то сделать, поэтому просто решила не писать это заранее. А вот тут ключик подвернулся мне совершенно случайно, когда я гуляла по торговому центру перед Новым годом. Мне показалось, что он очень похож на ключ в мир грез. И еще вы тут можете увидеть 3D-модельку резонатора Дирия Дейла из Куратора. Ее я делала сама в ZBrush. Это было для меня, наверное, ну не первый, так третий, четвертый опыт работы в ZBrush. Это было сложно, но я смогла. И самое главное, эта свистулька действительно свистит. Все эти баночки я храню сейчас не в книге, а в отдельной коробочке, чтобы с ними ничего не случилось, и я никак их не испортила до нужного времени. Если сейчас так вспомнить, там есть скраб для душа, гель для душа папин, чай, есть блю кюрасау, добавка к алкоголю, и соль для ванны. Это точно есть. Мандрагору, как и коготь грифона, я делала практически в последний момент, потому что я не смогла найти, где это можно купить. Использовала я, опять же, просто ужасную глину, которая совершенно не лепится, она очень крошится, застывает трещинами, и мне приходилось использовать как клей, так и лак, о чем я говорила немного ранее. Но если честно, малышка достаточно прочная, и я уже не боюсь ее ставить на ее законное место. А еще мне кажется, что она похожа на жабу. Кстати, вот небольшая полянка, которую я для нее устроила. Буквально неделю назад я начала сшивать всю книгу, потому что она была полностью готова, каждая из них. И тогда мне именно пришло в голову расположить книжки по цветам радуги. Но начинала я не с красного, а с фиолетового. Изначально я прошивала нужными цветами каждую отдельно, а потом сшивала все это на кусочек канвы. Дополнительно для прочности я пропустила под первыми швами небольшую ленточку, чтобы потом все это держалось вместе. По итогу я поняла, что я не смогу красиво замаскировать это снаружи, и решила доклеить еще небольшую книжечку с крафтовой бумагой, уже тонкой, чтобы можно было сделать какие-то записки. И вот обложку от нее я приклеила поверх, чтобы не было видно никаких стыков. Где-то на том же этапе я подклеила все стразики на обложку книги, и сейчас это смотрится просто великолепно. Конечно, это не выглядит так, будто бы сделала это все сама, но, тем не менее, это был для меня первый опыт. И теперь-то я знаю, что я могла подложить какой-нибудь картон или еще что-нибудь под вот этот слой кожи, и он был уже рельефным. Но тогда я этого не знала. Но это еще один повод попробовать что-то такое снова. Тем более я хочу этим заняться. Теперь на полном развороте нас встречает вот такая красота, и если открыть створки, то там тоже уже приклеены все вкладыши. Ну и как раз-таки та подставка, на которой я работала, ничуть не меньше, чем над самой книгой. Я просто не могла не задекорировать и эту часть, поэтому оставшиеся камушки и деревянные ключики пошли именно сюда. Сейчас там лежат два конверта, и оба они будут потом внутри книги, когда я все это соберу. Я, разумеется, сделаю видео с этой сборкой, насколько я смогу. Скорее всего, это будет утром, потому что записываю я это уже поздно вечером, и освещение у меня просто отвратительное. Что интересно, я хотела снять это все-таки сейчас, потому что у меня есть время, но здесь достаточно темно, даже если включу все лампы. Мне нужна настолка. Я решила найти настольную лампу. Момент. Я притащила вот эту бандуру. Я зря это сделала, да. Прикол, значит, в чем, ребята, я постоянно сижу в полной темноте, мне здесь не хватает даже трех лампочек. И я, разумеется, немного порчу себе зрение. А проблема в том, что я сюда не могу поставить лампу, потому что как только я ее ставлю, она взрывается. Вместе со всем освещением. Я вот эту поставила, лампу вкрутила, и даже не включала. А, нет, она, блядь, была включена. Сука, она была включена! Я врубаю ее в сеть, и, слава богу, сидела под столом, потому что тут был бабах! Так я осталась без света на пару минут и без лампы. Финита ли комедия? Так и живем. Ну ладно, не будем плохому, а на завтра уже полететь на свалку. Суть-то в чем я доделала эту книгу? На следующей неделе я сниму на нее полный обзор. Надеюсь, это будет не так сложно, потому что мне придется крепить планшет куда-то сюда и снимать где-то здесь. Это просто невыносимо. И мне нужно будет утро или день, чтобы было все ясно, чтобы я смогла открыть окно и поснимать нормально! Господи, дай мне сил! И, разумеется, это не единственный проект, который я сделала за этот год. Их было... Их было еще три, но я не могу их сейчас показать по некоторым причинам. Я некоторые немного не доделала, а некоторые просто должны подождать своего часа. Ребята, большое спасибо, что вы были сегодня со мной, что вы посмотрели то, что я сделала, потому что для меня это было очень важно. Это был очень важный проект, который я делала год. Я очень старалась, я очень много души вкладывала во всю эту работу. Я надеюсь, что вам это все понравилось, поэтому я вас целую. Спасибо, что были со мной. И до новых встреч!